Медицинскому персоналу родильного отделения Комсомольской больницы Нелли доверила жизнь своих двойняшек и оказалась права. Ведь теперь здесь созданы все условия для предоставления медицинской помощи на должном уровне и комфортного пребывания будущих мам, рожениц и младенцев. Хорошие условия, доктора очень хорошие, внимательные, хорошо здесь. 12 лет родильное гинекологическое отделение Комсомольской больницы пребывало без ремонта. Начиная с 2010 года, депутат областного совета Евгений Мураев, что называется, плотно взялся за усовершенствование материально-технической базы отделения. Одна из самых приоритетных задач на сегодня в Украине – это повышение демографии, увеличение количества населения и решение проблемы качества услуг, которые предоставляются в родильных домах. Это одна из составляющих этой задачи. Поэтому мы комплексно подошли к его ремонту. Здесь были заменены все сети, окна, были решены проблемы с кондиционированием в операционных, приобретено новое оборудование, кровати, инвентарь и так далее. И мы будем планово продолжать им заниматься. Мы уже видим результаты второго года. Количество родов выросло на 30%. Сейчас мы делаем палаты семейного типа и будем доводить уровень оказываемых услуг до европейских. Практически за два года из угнетающей обстановки, обшарпанных коридоров и больничных палат с проваливающими полами и железными кроватями отделение превратилось в роддом комфортного пребывания. Было установлено 55 современных энергосберегающих оконных блоков, заменено 16 дверей, проведен капитальный ремонт систем горячего и холодного водоснабжения, ремонт коридоров и палат операционного блока манипуляционных. Любой женщине хочется рожать не только у классного врача, но и находиться в классных условиях. Тема ремонта этого роддома именно создать такие условия, которые женщине будут максимально приятны. Мало того, по новым технологиям, акушерским, женщина должна вообще рожать в домашних условиях. То бишь в родильном зале не должно находиться ни мебели больничной, ни медикаментов, ничего. Она должна рожать спокойно. Рядом должен быть муж, близкий человек, друзья и прочее. Плюс совместное пребывание ребеночка с мамой и плюс мы сейчас готовимся к ноябрю месяцу открыть все палаты для совместного пребывания вместе с родственниками. Это называется палата, родильная палата совместного пребывания семейного типа. За счет финансовой помощи Евгения Мураева в отделении появились и новые кровати, удобные и безопасные, матрацы и кондиционер с биологическим фильтром, который установили в операционном блоке. За всю свою 47-летнюю историю родильно-гинекологическое отделение Комсомольской больницы не имело собственного аппарата ультразвуковой диагностики. Теперь, благодаря содействию Евгения Мураева и банка «Диамант» в рамках благотворительной программы «Подумай про жизнь» была приобретена современная установка УЗИ стоимостью более 50 тысяч гривен. В рамках этой программы мы приобретаем оборудование, именно целевое оборудование, которое необходимо конкретному медицинскому учреждению и передаем это оборудование. Это является спонскорской помощью. То есть мы не сами выбираем то, что хотим и просто передаем. То есть это целенаправленное, специализированное оборудование. Как отмечает Василий Пенин, доктор с большим стажем работы, такое оборудование позволит оперативно и точно установить диагноз, следить за здоровьем беременных и будущих детей, выявлять патологии на ранних стадиях беременности и контролировать состояние новорожденных. Вот допустим здесь мы смотрим, я же еще раз говорю, нету позади марки жидкости. Раньше для того, чтобы определить есть она или нет, женщину пунктировали. Это болезненно, потому что задний скот пропунктировали. Здесь посмотрел, а жидкости нету. Хорошо. И чем хорошо то, что он стоит, допустим, здесь в гинекологии в роддоме, а вот тут стоит рядом доктор Гинековой, который говорит, она еще вот тут посмотрела. А я хочу вот это уточнить. Это классно. Вообще в идеале мы когда-то, может быть, этого достигнем, что врач Жеников, он прошел курсы, он сел, свою женщину посмотрел. Если ему чего-то не ясно, тогда он уже зовет узиста, который дальше смотрит и говорит, да нет, это неправильно. О том, что материально-техническая база родильного отделения Зминского района будет и дальше усовершенствоваться, Евгений Владимирович говорит с уверенностью. Ведь все в нашей жизни начинается с рождения. Так и когда-то более трех десятилетий назад в этом родильном зале появился на свет и он сам. И каждый раз, пребывая в родильном отделении Комсомольского, но уже в статусе депутата областного совета Евгений Владимирович с теплом встречается с медицинским персоналом, который когда-то принимал участие в его рождении. Вот такая палата интенсивной терапии появилась в родильном отделении Комсомольска совсем недавно. Как рассказывает заведующий отделением Владимир Токарев, здесь есть все для оказания необходимой помощи в постоперационного периода. Родильное отделение снабжено всей аппаратурой, которая необходима, чтобы женщине оказать максимальную помощь до приезда специализированной бригады, если это случай какой-то экстраординарный. Квалификация врачей позволяет оказывать любую помощь, в том числе и оперативную помощь, не дожидаясь приезда специализированной бригады из Харькова. И когда такие ситуации случаются, все равно начинаются все интенсивные мероприятия, интенсивная терапия, не дожидаясь приезда Харькова, потому что ехать сюда им час сорок. С начала 2012 года в Комсомольском роддоме на свет появилось 287 младенцев. Специалисты отмечают рост рождаемости за последние несколько лет практически на 30%. Если ранее змеичанки ездили рожать в Харьков, то сейчас ситуация изменилась. На самом деле на сегодняшний день мы решили все острые технические проблемы. Мы закупили за спонсорские бюджетные средства все необходимое оборудование и для рожениц, и для новорожденных детей. То есть на сегодняшний день мы способны оказывать все требуемые услуги и делать это на высоком уровне. У нас уже на сегодня есть мамы из Харькова, из соседних районов, и они очень довольны. Самое главное – оказывать ребенку надлежащий уход не только после родов, но и во время. Поэтому, когда роддом развивается, когда услуги, которые в нем начинают оказываться на более высоком уровне, когда люди видят, какие реновации происходят, они начинают доверять в первую очередь нашей медицине, наблюдаться у наших врачей с первого дня, а это снижает риск нежелательных процессов после родов. Елена своего первенца рожала в городе Харькове. Второго ребенка решила родить в Комсомольском родильном доме. Когда ложилась на сохранение, еще сомневалась, а сейчас уверена на 100%. Изменился в лучшую сторону. Все стало лучше, все красиво. Конечно, тут планирую рожать. Но есть такие дома волшебные, особо важные для людей. Где побывали мы все, наверное, где получают отцы детей. Там на всю жизнь называют Верой или Мариной или Петром. И потому в жизни самый первый и самый главный родильный дом.